Новый тестнет Polyhedra, который не стоит пропускать. В двух словах почему. Когда переходим на сайт, мы можем увидеть, какие же партнерства у данного проекта. И обращу ваше внимание на самые важные фонды. Это Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands. Помимо этого есть еще Galaxy, Space ID, Unstoppable Domains. Это то, что мы уже давно с вами знаем и есть к этому доверие. Также из важных новостей данный проект собрал уже 25 миллионов долларов. От инвесторов Polychain и Binance Labs. А это говорит о многом. Было две серии сборов, Seed Round и серия A. На одном было собрано 10 миллионов, на втором 15 миллионов. Поскольку это серия A, 100% данный проект привлечет еще денег в серии B. Поэтому не скипаем данную активность. Тем более она достаточно легкая в исполнении. Polyheader это инфраструктура, которая обеспечивает совместимость и масштабируемость за счет технологии ZeroKnowledge. Сокращенно еще можно увидеть ZKP. Что хотелось отметить, что совсем недавно данная сеть запустила программу лояльности. Более подробно вы можете почитать в Medium. Ссылку найдете внизу под видео. Ну и также в этом видео я расскажу, в чем заключается данная программа. Компания запущена на Galaxy на основе системы баллов лояльности. А это значит, что вы сможете зарабатывать баллы лояльности, взаимодействуя с кросс-цепочками ZKBridge и участвуя в развитии сообщества. Здесь у нас есть несколько коллекций. Коллекция ZKBridge MyNet Alpha, коллекция ZKBridge программы лояльности, коллекция ZKBridge BNB Greenfield, Combo Network и Polyhedra Testnet OG. Для этого переходим в ZKBridge Com Loyalty, где нажимаем Enter Galaxy. Далее проваливаемся в самую компанию ZKBridge Loyalty Programs. И здесь у нас есть NFT, которую мы сможем минтить после выполнения заданий. К примеру, выбираем самое простое Discord Member, нажимаем на нее, подключаемся к Discord данного проекта. После того, как мы зашли в Discord, нажимаем кнопочку Verify и получаем за это 10 баллов. Здесь мы можем увидеть Available Points. И проделываем то же самое со всеми заданиями. Например, подключаемся к Twitter и также получаем за это задание 10 баллов. Как видим, еще немного участников проходят данную компанию. К примеру, по Twitter всего лишь 5583 человека. Дедлайн данной программы лояльности 1 июня. Это значит, что до 1 июня вы должны проделать уже все задания. В конце видео мы еще вернемся к Galaxy, поскольку проделаем еще несколько заданий. В ходе тестнета. Далее переходим непосредственно к самому тестнету с пошаговой инструкцией. Заходим на сайт zkbridge.com. Нас интересует, в первую очередь, вкладка NFT. Обратите ваше внимание, что здесь есть тестнет и есть майнет. Нам необходим уже майнет. zkbridge.mynet.alpha был запущен 4 апреля, о чем свидетельствует запиненный твит. Далее нам необходимо воспользоваться NFT-фаусетом, то есть краном NFT. Здесь у нас есть две сети, ETH и Binance Smart Chain. К примеру, если мы хотим заклеймить NFT-фаусетку на эфире, то, соответственно, за данное мероприятие нам придется заплатить около 22 долларов. Это в момент записи видео. Чем выше загруженность сети, чем выше газ на эфире, тем больше мы заплатим. Если вы владеете достаточным бюджетом, то можете попробовать и заклеймить на эфире. Но поскольку это не дешевое мероприятие, выбираем сеть Binance Smart Chain и клеймим NFT-шку, но за это обратите внимание, что нам нужно заплатить некое количество BNB. То есть у вас на кошельке должны быть BNB для оплаты комиссии за газ. На данный момент это составляет всего лишь 8 центов. Нажимаем Confirm, ожидаем несколько минут и получаем нашу NFT-шку. То, что мы получили данную NFT, у нас будет отображаться, к примеру, на сервисе NFT Scan, куда мы можем просто подключить кошелек и увидеть все NFT-шки на всех сетях. Очень удобный сервис для проверки NFT, к примеру, мне удобнее, чем на OpenSea. Ссылку найдете внизу под видео. И здесь, кстати, можно сразу увидеть то количество NFT, которое есть у вас на кошельке. У меня уж это 106 NFT-шек. Далее, нажимаем кнопку ZK Bridge NFT. И что нам нужно сделать? ZK Bridge это вообще кросс-чейн решение для NFT. Что такое кросс-чейн? Это когда вы с одной сети можете перебросить NFT в другую сеть. То есть это мост для NFT-шек. Подобное решение уже реализовано в холографе. А с холографом мы взаимодействовали ранее для того, чтобы претендовать в перспективе в будущем на дроп от Layer 0. Для этого нужно было задеплоить, сминтить, либо же забриджить NFT с любой сети на любую другую. Я перегоняла, к примеру, NFT-шку с полигона на Avalanche. Далее, сверху у нас должна быть выбрана сеть BNB Chain. Ниже у нас уже автоматически стоит адрес смарт-контракта данной NFT и токен ID. Нажимаем кнопочку Confirm Import. Нажимаем Next. Следующим шагом нам необходимо выбрать ту сеть, на которую мы хотим отправить с Binance Smart Chain на нашу тестовую NFT. Можно выбрать Arbitrum, Polygon, Combo, Avalanche, Phantom, Gnose Chain, METIS, либо же для полной уверенности заклеймить. На Binance Smart Chain побольше NFT и перегнать в каждую сеть. Я выбираю Arbitrum, нажимаем Next, делаем Approve, подтверждаем транзакцию, за что у нас списывается 6 центов в монетках BNB. После Approve нажимаем Transfer и далее сама пересылка транзакции уже будет стоить нам 2 доллара. Ждем выполнения транзакции, приблизительно это занимает 50 секунд. После мы увидим сообщение Claim. Нам предлагают автоматически переключиться на Arbitrum One для того, чтобы заклеймить NFT, который мы только что туда выслали. Нажимаем Switch Network. Если у вас что-то не выходит, то вы можете переключиться на данную сеть вручную. Возвращаемся в NFT Fowset. Снова переключаемся на Binance Smart Chain. И запрашиваем еще одну NFT. Платим снова 8 центов и ждем получения ее на кошелек. Далее тыкаем за Cabritch NFT. Confirm Import. Next. И выбираем уже другую сеть, куда мы хотим отправить NFT. К примеру, это будет Polygon. Нажимаем Next. Сначала Approve. Оплачиваем 6 центов BNB за Approve. И далее еще 47 центов за Cross Chain транзакцию с Binance Smart Chain в Polygon. Далее нажимаем Claim. Переключаемся на Polygon. Далее, когда вы переслали тестовые NFT-шки с сети Binance Smart Chain на все сети, либо же на несколько сетей, хотя бы минимум нужно перегнать на 3 сети. Если все сделали правильно, то увидим сообщение Completed. Это значит, что наша NFT-шка была переслана с одной сети на другую. И также в другие сети, в Polygon, в Combo и так далее. В Phantom, в Arbitrum, неважно. Главное, что в конце вы должны увидеть такое сообщение. Следующим шагом мы создаем свою NFT-шку. Для этого нам нужно воспользоваться кнопкой Create an NFT. Сюда мы можем загрузить любую картинку. Для этой задачи я использую Meet Journey. Вы можете сделать свой запрос, либо же использовать картинку, которую уже кто-то создал с помощью Meet Journey бота. Нажимаем на нее. Нажимаем Сохранить картинку. Если интересен туториал, то есть пошаговая инструкция, как использовать Meet Journey, что для этого нужно, то напиши в комментариях, запишу отдельное видео. Загружаю картинку, которую я только что сохранила. Придумываю любое название NFT-шки. И далее вставляю любое описание. Для этого также я использую еще одного помощника, который называется ChatGPT. К примеру, запрос «Отправь мне короткое описание» и название моей NFT-шки. Выбираю сеть, на которой я хочу создать данный NFT. Мы можем создать несколько NFT на нескольких сетях. Можно использовать BNB Chain. Мы можем также использовать ETH, но, соответственно, там мы заплатим намного больше комиссий. Остальные сети у нас находятся в тестнете. Также можем выбрать вариант ERC 720 или ERC 115. Это стандарт NFT. Оставим по классике ERC 721. Ниже у нас идет количество NFT. И его нельзя изменить. То есть одна NFT-шка. Далее нажимаем Create. Подтверждаем метамаски. Если мы все проделали правильно, видим радостное сообщение Created Successfully, что значит, что мы успешно создали NFT. Также мы можем с помощью данного моста переслать BNB Chain на любую другую сеть, воспользовавшись кнопкой закабридж в NFT. Что мы имеем на данном моменте? Мы заменили уже несколько NFT-шек, отправили их на разные сети, воспользовавшись кнопочкой NFT Fowset. Далее мы создали свою NFT на Binance Smart Chain, нажав на Create in NFT. И следующим шагом, то есть третьим важным действием, которое необходимо проделать на данной платформе, нам нужно отправить сообщение. Для этого переходим на вкладку Messenger, выбираем сеть Binance Smart Chain, здесь автоматически отображается наш подключенный кошелек. Далее выбираем сеть, на которую мы хотим отправить сообщение. Например, выбираем Polygon, здесь мы можем вставить любой другой кошелек, то есть любого другого получателя, либо же оставить свой кошелек, то есть мы сами себе пришлем сообщение. И здесь мы можем либо же по умолчанию оставить текст, либо же изменить его. Помимо этого можно сделать его жирным, курсивом выделить и так далее. Нажимаем Send Message, подтверждаем сообщение и ждем, пока оно отправится. Если мы увидим галочку Completed, то соответственно сообщение наше переслалось сети Binance Smart Chain на сеть Polygon. Отправленное сообщение и историю наших отправленных сообщений мы можем найти на вкладочке Send в левом углу экрана. Переходим на эту транзакцию, которую мы только что сделали, и соответственно за данную транзу мы оплатили 5 центов в токенах BNB, поскольку мы высылали из сети Binance Smart Chain. Нажимаем Send another message, выбираем Binance Smart Chain и выбираем следующую сеть, к примеру Combo Network. Отправляем сообщение, и теперь у нас в отправленных отображаются уже две транзакции. Следующим шагом переходим в Direct Message, и здесь также выбираем Binance Smart Chain, то есть это мы отправляли с Greenfield Testnet сообщение, далее мы отправляем прямые ончейн сообщения. Выбираем сеть, я выберу Phantom, здесь я поменяю получателя данного сообщения, укажу свой второй кошелек. Вставляю адрес своего второго кошелька и отправляю сообщение. Подписываем это маски и жду его исполнения. Видим, что сообщение успешно отправлено. И за это сообщение я заплатила 4 цента, транзакшн фи и общим, и тотал 25 центов. И она также у нас будет отображаться во вкладке Send, то есть отправленные. Возвращаемся в компанию Galaxy, находим задание May Greenfield ZK Messenger. Здесь то задание, которое мы уже проделали, отправили сообщение вот здесь, вот в BNB Greenfield Testnet. Нажимаем Verify, и здесь не пугайтесь, если увидите такое сообщение, это значит, что данная транзакция будет проверяться вручную, и последнее время проверки этого сообщения 8 мая 2023 года в 6.01. А это значит, что когда мы нажали Verify, нам нужно подождать там где-то сутки, для того, чтобы вручную кто-то из админов данного проекта ее проверил. И дальше мы сможем получить наши поинты, то есть баллы. Далее еще необходимо сделать же твит, нажать Verify, и видим, что все отобразилось. Через день зайдем, проверим, и заберем наши поинты еще из этой транзакции. Возвращаемся обратно, смотрим, что еще можем проделать. К примеру, сделать код ретвит, твитаем, нажимаем Verify. Надо подождать хотя бы одну минуту, для того, чтобы система увидела то сообщение, которое мы уже ретвитнули. Нажимаем Verify, авторизируем свой твиттер, ждем проверки, и вуаля, плюс 10 поинтов. Нажимаем Claim и забираем наши поинты. И теперь, если обновить страничку, наши баллы должны перенести с Available Points, Claimed Points. Возвращаемся обратно в задание, и давайте попробуем сделать задание послошнее. Коби NFT Cross Chain. Если вы выполняли ранее задание о клейме Коби NFT, оно у вас есть на кошельке, я его проделывала и записывала у себя в таблицу разных активностей, которые я веду, для того, чтобы понимать, где и как я участвовала, поскольку огромное количество проектов, огромное количество всяких тестнетов, и ты просто можешь забыть, что ты делал, а что нет. Для этого я введу таблицу. Соответственно, для того, чтобы получить баллы за это задание, нам нужно отправить Коби NFT, City Binance Smart Chain в Combo Network, используя языка бриджку. Я уже это проделала, но давайте покажу, как это сделать. Мы выбираем Binance Smart Chain, здесь мы нажимаем Import My NFT, и здесь в NFT-шках у вас должно отображаться ваше Коби NFT, если вы ранее его минтили. Либо же можно отправить ту NFT, которую мы только что создали, например, House of Dream. И, соответственно, во втором шаге Select Receiver Blockchain, мы выбираем блокчейн и пересылаем туда свою NFT-шку. Вот здесь моя транзакция, где я высылала своего кошелька в сеть Combo Network данную NFT, Коби. И, соответственно, после проверки я также получу за это задание баллы. Но, помимо этого, также нужно сделать ретвит, что я сейчас проделаю, и Verify. И последним шагом заходим в историю, делаем скриншот сообщения о том, что мы пересылали NFT-шку с одной сети в другую. Далее переходим в Messenger и делаем скриншот отправки сообщения. Переходим далее в Discord, заходим в ветку Testnet Result, копируем адрес своего кошелька, с которым мы проделывали Testnet, добавляем два скриншота и высылаем вместе с адресом нашего кошелька. Все, отлично, ждем проверки второго пункта и, соответственно, также заберем свои баллы. Ну что, на этой ноте наш Testnet заканчивается. Обязательно проделывайте данное задание, не ленитесь для того, чтобы претендовать на будущие награды. До скорых встреч в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok